Два дня назад, 23 ноября, я выпустил свое последнее видео, где мы с вами обсудили возвращение цены биткоина к 92,5 тысячам, для того, чтобы создать консолидационную базу перед тем, как прорваться выше стака. Смотрите. Здесь биткоин может консолидироваться перед тем, как напрямую перевалить за 100 тысяч долларов. Повтора 23 ноября. А если бы сейчас биткоин вернулся к 92,5 тысячам, плюс-минус сформировав подобие консолидации и какого-то боковика в этом диапазоне, я бы воспринял это очень конструктивным событием, очень бычьим ценовым движением, которое бы совершенно неправильно не выглядело. Ведь это по-прежнему аптренд. Посмотрев на соцсети, понятно, что люди, вероятно, находятся в панике, предполагая, что это конец. Конечно, каждый раз, когда мы видим красную свечку, люди полагают, что это очень плохо. Но это не всегда плохо. Это является проверкой на биткоин-спрос. В точности тот уровень, который мы с вами обсуждали в последнем видео, который является довольно слабеньким откатом. Это падение для биткоина вообще ничто. Такие откаты, что мы с вами сегодня видели, мы называем понедельниками. Обычный день. Если мы с вами построим Фибоначчи от последнего низа до вершины, то увидим, что мы даже не достигли уровня 2.3.6, что означает очень незначительное падение. Это наименьшая коррекция, которую можно предвидеть на территории биткоина. Так что, если биткоин этот уровень удержит, консолидируется и снова прорвется наружу, то в этом случае биткоину можно сказать большое спасибо. Если биткоин сможет закрыться примерно в зоне перекупленности, если мы с вами отскочим вверх, а RSI немного вскочит вверх, они прямо в уровне 70, но где-то вблизи его. Этой зоны перекупленности и мы от него отскочим, я это буду видеть как значительный сигнал об импульсе и вероятного продолжения движения вверх. А теперь, ребятки, давайте-ка я вам покажу MACD. Ведь еще одной причиной, почему мы смотрели на этот откат 2 дня назад, был именно MACD. Он нам подсказывал, что быки теряют импульс. И теряют они этот момент на самом деле примерно с 90 тысяч. MACD начал направление движения вниз, означающий потерю импульса быков, пока цена показывала восходящие верха, что обычно и является сигналом ожидания некоторого отката, дампа, спада, да как сказать, что в итоге мы с вами и получили. Так что прямо сейчас я довольно комфортно себя чувствую с этим движением. У биткоин сохраняется значительный спрос, и если мы с вами этот уровень удержим, я думаю, все устаканится, надеюсь, ко дню благодарения. Но может быть еще один тест вниз после этого. Может и нет, но в любом случае, мы с вами ожидаем 100 тысяч с большой вероятностью до нового года. Если биткоин удержит эту новую трендовую линию и снова прорвется наружу, то вероятно мы увидим 100к уже в декабре. А если мы эту трендовую линию не удержим, и опустимся еще раз до уровня 382 фибоначчи, что соответствует 87 с половиной тысячам, то вероятно 100 тысяч мы увидим или к концу декабря, или в начале нового года. Вот эти два сценария кажутся мне наиболее вероятным, и я не думаю, что мы пойдем куда-то ниже. Я думаю, это самая низкая отметка, куда мы можем уйти. Более вероятная в настоящий момент, я думаю, что мы достигнем поддержки, ведь мы находимся в тренде, а тренд это наш френд. И наши вариации, по крайней мере мои, на настоящий момент, должны быть бычьими. И, конечно же, нельзя не упомянуть, вероятно, тему, которую мы в большей степени обсудили, также за тем напоминание о чем, ребят, я вас очень люблю. И это наш параболический тренд, в котором вероятный биткоин в настоящий момент находится. И с момента создания того, что может оказаться база 4, хоть мы и не знаем, насколько это продолжится, и сколько времени уйдет на итоговое формирование этой базы, и также неизвестно, как она будет выглядеть. Но биткоин может отскочить от этого уровня, устремившись в 100+, затем откатиться в огромный ложный спад, а затем убежав на полную вверх, что означает возможное классическое 30-процентное для биткоина падение перед тем, как улететь в огромный, кричащий забег вдоль этой параболы. А я понимаю, что никому не нравится это слышать, но допустим, что биткоин долетит до, скажем, 105 или, может быть, даже 110 тысяч, это вероятно, что после этого события многие заберут прибыли, и биткоин покажет нам крышесносный пролив, скажем, до уровня 80, затем немедленно взлетит наверх, полным ходом отправившись в параболический рост на максимальную параболическую длину, к 124 тысячам, то есть моей цели для этой параболы. Не вершины цикла, а параболы, по данным учебника, о котором мы говорили многое время. И этот сценарий на долгосрок, который меня совсем не удивит, он очень будет напоминать ситуацию, которая была в 2017, я напомню, что в 2017 у нас был эпический рост с 40% падениями, биток перебил исторический максимум, скатился на 40%, поднялся на новые вершины, опять упал на 40%, снова поднялся, затем почти на 40%, на 30% упал и прямиком улетел к 20к. Так что те, кто считают, что сказанное мной ранее является безумием, знаете, это не так. Биткоин достигнул 105-110к, откатится, что на 23-25% вообще ерунда. Это не что, это норма. После чего биткоин на полную пойдет вверх, до гораздо более высоких целей. Так что такая волатильность во время бычьего рынка должна ожидаться. Вот такую движуху цены я ожидаю, двигаясь вперед. То, что мы с вами продолжим видеть огромный спрос, цена продолжит расти, но мы будем продолжать наблюдать значительные заборы прибылей на шестизначном уровне. Задумайтесь. Многие платформы будут врываться в рынок на шести цифрах, затем в панике убегать при основательных проливах. Таких рынок будет сливать. Затем устремив взгляды на безумный рост с огромной скоростью. Значительно выше шестизначных чисел, значительно выше 120 тысяч. Вот, что я называю классической волатильностью биткоина, и то, что я считаю, ждет нас впереди. В короткосроке мы достигли цели, 92,5 тысячи. Так что я не удивлюсь, если это все быстро откупится, пока фондовые рынки и S&P 500 сохраняют уверенные позиции на этом уровне и продолжают расти. Так что биткоин, вероятно, также продолжит расти. И обычно то, как это работает, заключается в том, как только биткоин достигает локальной вершины, так что я просто для примера назову число 110 тысяч, то альткоины съезжают с катушек, когда биткоин достигает такой вершины. После возникает гигантская коррекция, и на этом отскоке возникает мощнейший-примощнейший импульс в рынке, когда в рынке альткоинов портфели удваиваются и даже утраиваются. После подобного отката и стремления к новой вершине. Воодушевление начинает зашкаливать, энтузиазм и настроение рынков улетают в небеса, людей захватывает эйфория, и все пережившие огромные проливы получают заслуженное вознаграждение, люди зарабатывают больше денег, чем у них было до этого, в предыдущих циклах. И в такие моменты в цикле все становится крайне переоценено. Это становится отличным моментом для забора прибыли, тем более по рисковым позициям, но, повторюсь, пусть не будет для вас сюрпризом потерять свой разум через несколько месяцев. Не удивляйтесь тому, что произойдет. И речь идет про многие месяцы, как, например, на этом рисунке, говорящем вам, что март или апрель, нас может удивить таким вот откатом к ретесту параболического тренда для завершения четвертой базы параболы, перед тем, как вертикально начать расти к цели из учебников 124 тысячи. Вершину цикла нам предстоит еще увидеть, то, до какого уровня мы дойдем, на что будет похоже, и понимать, что она пришла. Но пока, я думаю, сетап выглядит прекрасно. Альткоины, я думаю, поведут себя потрясающе, двигаясь к этой новой локальной вершине, длящейся многие месяцы. Это такой сценарий, который я сейчас вижу. Конечно, все может поменяться. Многие мне скажут, Кевин, да это недостаточно все сильно по бычьи, но посмотрим. Время покажет. Ребята, я очень надеюсь, что вам понравился этот видос, и если это так, обязательно нажмите кнопку лайк, подпишитесь, оставьте свой обалденный комментарий, и, конечно же, посмотрите, что творится на канале наших лучших друзей БлаБлаКрипто, и какую годноту они выпускают ежедневно. В общем, всем мира, добра, любви, всех мы профитролей, отличного трейдинга, замечательных выходных, прекрасного вечера. Я вас всех люблю, крепко обнимаю, всем пока, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok